Всем здравствуйте! Вы на канале Наша жизнь в Каролинах, но наша жизнь сейчас больше в бинах. В Гудвилла. Наша. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Она продолжается в бинах. И наша уставшая уже традиционная рубрика. Ну, конечно, целый один раз показывали. Книжечки. Альбомчики. Из бинов. Да, из них родимых. Это про Италию. Очень красивый альбом. А это по контрасту. Северной Каролине. Наша Каролинка. Вот такой солидный, красивый. Полистаем, посмотрим, полюбуемся, помечтаем. А-а-а. Я говорю, Вадим, не надо, не надо, не буду смотреть. Зачем себя расстраивать? Хе-хе-хе-хе. Но потом все-таки. Но потом решила оставить. Я, в принципе, могу библиотеку отвезти. Посмотрим. А может, подарим кому-то. У нас есть знакомые. А-а-а, им тоже. Да вот, смотрите. Нет, это итальянка. А, это Тинни-то? Да. Как она все это видела сама-сама, итальянка. Была там несколько раз. Это как нам сейчас альбом с видами Пензе подарят. Ой, смотрите, как хорошо. Почему нет? Просто зашибись. И ты будешь, хочешь сказать, их смотреть. Особенно с советского времени, например. Ну, ты понимаешь, они уже красивые. Они же моменты такие, которые мы и замечаем. Они же все там прихорашивают. И будут приятные воспоминания. Ну, ладно. Увижу, я куплю обязательно. Ну вот, а теперь традиционная рубрика. Обувь. Привет от старых стеблей. Да, и вот тут, давай прям так вот сразу покажем. Это массово. Да, кстати, это можно назвать даже, вот это конкретно, на краю земли. А ты теперь рассказывай. Лэндс энд бренд. Вот. Вадим решил попробовать. Были в Гудвилле. В новом состоянии. Бренд, бренду где-то 60 лет. Они начинались в Чикаго. Как продавали по почте, по каталогам оборудование для яхт. Собственно говоря, и вот название Лэндс энд, это, значит, самая западная точка Англии, не Британии, Англии. Мыс, Ингланд. А, он так и называется. Да, только здесь неправильный апостроф был поставлен, потому что была ошибка при печати. А, да. И у них на тот момент не было денег, чтобы исправить ошибку. То есть, видите, апостроф стоит в конце, это подругается, получается, конец земель. А конец земли нужно было поставить между Лэнд и Эс. Да, в оригинальной версии он так и называется, там, по-моему, этот мыс туристический. Лэндс энд, да. Да. Но на тот момент у них не было денег, поэтому решили оставить так, как есть. И с тех пор вот он имеет такое название Лэндс энд. Лэндс, он по-прежнему брендс существует, они, у них и одежда есть, и обувь, такого бюджетного варианта. Но, в принципе, отзывы неплохие, да. То есть, и они специализируются на одежде и вообще на таких нестандартных фигурах. И, например, купальники женские, там новые 100 долларов стоят вообще-то, да. Да. Новые. То есть, это не скажешь, что прям вот волнортовские бренды, это же у тебя в районах Эйнса? Это Sears, Sears, он раньше принадлежал Sears, нет, он раньше был вообще независимым. Потом Sears? Потом какого-то время Sears, а потом Sears разорился, бренд по-прежнему существует, у него есть магазины, онлайн существует. То есть, что-то так, если аналог Old Navy? И у него там капиталы биллионные, биллион, биллион какой-то. Ну, вот по твоему впечатлению, Old Navy, Dockers, вот что? Нет, но это другого, Dockers, наверное, он молодежный бренд, а это солидный такой вот для нестандартных фигур, нестандартных людей и прочее. Но почему я эти схватил, эти все, сколько тут, видите, даже одинаковые две пары взял, потому что качество очень хорошее, я вижу, что сделано очень хорошо, настоящая замша, все, прошивка и новое. Ну, ничего, за 6 долларов-то новый, ну, всяко-разно, тут уж они за 30-ник-то они уйдут. Да, обувь по-разному на eBay стоит, в основном недорого, конечно, но некоторые модели, да, могут стоить 30-29, 35, под 40. И это, видите, кожаная подошва, соответственно, все сделано правильно, прошивочка сделана, по-моему, в Индии написано, внутри отделка кожи, все, я, собственно, купил, потому что, ну, даже если я ошибся, ну, за 20-ку-то они как новые, то уйдут. Нет, за 29, прям, ну, это минимум. Это минимум, да, но что новые, еще раз повторюсь. Вот, и причем без преувеличения не нужно даже ничего придумывать, что там их там одели один раз, там, далеко не ходили, вот, и так далее. Поэтому все отлично, да, и я сразу же тут же прям сфотографировал и запостил, прям сразу же, потому что если там еще будут такие выкладывать, мне там инсайдерскую информацию выдали, что там, говорят, залежи просто, думаю, надо тогда быстренько смотреть, какой спрос на них, как вообще. И тогда, если будут еще, так, еще загребу опять все, что есть. А, очень удобно, особенно если, понимаете, одинаковые, это вообще классно. Вот я одни такие запостил, продам, перепощу, даже не фотографирую другие, они идентичны, очень удобно. Вот, такой был интересный улов на краю земли. Да, и эксперимент, можно сказать, как они уйдут, да. Продолжаем дальше, сейчас мы постараемся показать эти, такие парадные полуботинки. Ну, не только здесь, здесь еще и тапочки есть. Ну, да, и парадные тапочки. Ну, в принципе, да. Так, давай закончим парадную тему. Ну, уги, да? Да, уги. Смотри, какая красота, Наташа. Красивый, да. Видите, стикер стоит, 25 долларов. А, и даже написали. А ты почем купил? Ну, за 25 и купил. Да, ты так уверен? Поверила, а о МММ, на вес, конечно. Что же я, больной, что ли? Вот это как раз прям классические уги из лысой овцы. Видимо, хорошие, раз они его за 25 поставили. Там няни обошлись на вес, ну, сколько? Ну, доллара 3, 3,5. Не проверял. Сейчас вы на экране, видите, сколько это будет стоить? Ну, всяко разный тридцатник в таком хорошем состоянии. Угговские Оксфорды должны стоить. Пяточка так слегка, ну, нормально. Нормально. Я вангую, что тридцатник, как ты думаешь? Тоже думаю. Ну, хотя это не парадный, но все равно те влоги, ну, что мы будем трогать? Ну, да, да, закончим с лугами. Тапочки. Это магазин за 6 долларов. Ну, это классика, я думаю. По-моему, модель называется Акост. Я думаю, что... В идеальном состоянии, мужские, на такую хорошую лапу 46-47 размера. Я думаю, сороковник. Да, мне кажется, тоже. Ну, не тридцатник, может, даже больше. Ну, минимум сороковник. Это супер, прям отлично. А что, вполне парадные папочки? Ну, если бы меха не было, то да. Ну, вообще, это считается домашними макосинами. Я знаю. Но тут грань между домашними и это... Тут же, если по-разному и шлепанцы есть, то... О чем мы говорим? Что ты знаешь про этот бренд, дорогая? Про какой из них? Вот, про вот этот зелененький. Зелененький он был. Ну, это мизрани, Исаак. Исаак, мизрахи. Мизрахи. Он, конечно, попадает в этих TJ Maxx, одежды полно. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь. Я бы, если я там была бы с Вадимом, я бы сказала... Ну, я бы тихо от нее купил. В развес. Они стоили мне доллар-два. И я пробил. Да, там разброс на этого мизрахи от 10 до 40. И даже и выше. Ну, то, что его везде много. Да, ну, я тебе уже все-таки разброс. То есть, это... Ты посмотри подошву, в каком идеальном состоянии. То есть, прям, как новая. Может быть, не новая, но в идеальном. Ну, вот, видно, прям совсем, может, пару раз отделить. И это лоуферы. Вот как раз лоуферы я бы не взяла. Ну, понятно. Мобильные я еще, может, взяла бы. Ну, понятно. В общем, Наташ, не сказать, чтобы она была в восторге. Вот. А я пробил. Так, лоуферы нормально. Тридцатник такие были проданы. Думаю, ну, нормально. Что, у тебя стандартная обливка. Легко постить, дефектов нет. Это зеленый цвет. Может, кому понадобится. Это единственное. Ван Гою 19. На что спорим? На щелбан. Давай. На что спорим? Да мне не на что с тобой спорить. На что спорить? Спор сейчас еще спорит. Ну, интересно же. Ну, мы потом расскажем нашим зрителям, покажем. Ну, если не забудем через год. Ну, может, напомнят. А, скотч, конечно, недолго будет взять. Надо так, так, подкалывать. Да мы к тому времени, когда они продадутся за бесценок, все уже забудут вообще, как нас всех зовут и так далее. Издевается. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Ну, Джонстон и Мерфи. Катя, тебе тоже Джонстон и Мерфи. Вот эти. Вот эти. Это лоферы. Ничего особенного. Из обыкновенной овечьей кожи. С обыкновенным кожаным внутренним этим самым. С обыкновенной кожаной подошвой. Но, к сожалению, недорогие. Я, в общем, рассчитываю за них где-то 25-26 получить. Хотя, конечно, это шикарный лофер. Вот если по удобству и по всему, ну, епа, РСТ, ну, что еще надо? Кожа снаружи и внутри, тут все. И главное, обратить внимание, вот эта дубленая кожа, в нее вставлена резиночка, чтобы так не протиралась и чтобы трение создавать. И подошва нормальная. Слушай, ну, тут немножечко все-таки потертые. Ну, есть такое, потертые. Ну, так мы же их не продаем для CEO General Motors. Понятно, что Bank of America не будут шопить на eBay. Я думаю. Сейчас уже ничему не удивлюсь. Вот. Нормально. Уйдут. Не зря, что ли, овечки страдали. Ну, вот это уже поинтереснее. Но! Потому что это handcrafted in Italy. Это сразу чувствуются вещи в руках. Да. А то что чувствовалось? Какашка? Мамонта засохшая? Ну, да. Это в развес, представляете, вот эти ботинки, вручную сделаны в Италии, якобы, были в бинах в развес. Как сейчас помню, я прям один уже так держал в руке, а к другому тянулся там мужичонка, я так его опередил. Это так называется у нас бросок кобры. Когда вот он так вот так тянет, а ты так, хоба, и все. Ну, кто первым стал, того и тапки. Того и ботинки. Того и... А, ну, тапки, да, правильно. Вот. Я даже не смотрел, сколько они стоят, потому что, ну, Джонсон и Мерфи, сделанные в Италии, в идеальном состоянии. Ну, что тут? Конечно. Ясно, что они будут дорогими. Давай, Ван Гуй. Я думаю, в таком состоянии. Слушай, они новые или нет? Что за подошвы? Они не новые. Подошвы пока. Похоже, как у Доктор Мартинс. Да. Такая прозрачная. Да. Видимо, какая-то такая, что она и твердая, и при давлении, когда наступаешь, пружинит. Вот. Поэтому, ну, я думаю, сорок девять. Ты думаешь... Может быть, сорок девять. То есть, ты даешь сорок, я даю пятьдесят? Вот так? Ну, посмотрим. Кожа какая. Может быть, и пятьдесят. И, видите, это вот такой американский дрессовый фасон, так называемый wing tip. Вот так вот прострочено носочек. Это был прям суперский улов. Хорошая обувь, хорошая. Хороший улов, хорошая. Хорошая пара. А это? Это она про ботинки, а не про нас. Это какой-то хановер. Сделанный почти все как hangover. Hangover это похмелье. В Америке. Да, сделанный этот хановер в Америке. Я посмотрел, так, вроде ничего. И состояние, видишь, нормально. Ты правда что-то скушен, что ли, каблучок. Винтажная какая-то. Да. Что-то винтажная какая-то. Сделанная в Америке. Что же ее навело на эту мысль, интересно? Я хотела сказать хрень. А, винтажная хрень. Ну, понятно. Что же еще-то? Это практически так про многое из того, что я приношу домой, ты так говоришь. Нет, нет. А вот, посмотрел, ну, я думаю, 30, не сильно дорого. Нет, конечно. Потому что, прежде всего, вот эту набоечку, вот здесь вот, ее надо менять. Но из того, что, опять же, винтаж, вот эта часть в хорошем состоянии. Кожа, конечно, очень мягкая. Да. Просто прям невероятные мягкости кожи, потрясающие. Ну, в развес рискнул. И еще один элитный бренд. Allen Edmonds. Это называется, сейчас скажу, Walden. Какой Walden, не знаю. Размер тут, по-моему, 9,5, это где-то 42. Или 42,5, типа того. Вот, это очень дорогой фасончик, но разброс цен очень большой. Вот в таком близком к идеальному состоянию каблук, подошву, видите, по подошве видно, что в них ходили мало. Рассчитываю полтинник. Это потому, что какой-то очень элитный бренд. Причем это сделано в Америке, но это не винтаж. Нет. Это просто бренд. Он какие-то вещи продолжает делать здесь, Made in USA. А, из импортированных материалов. То есть, коровы были не местные. Как будто у нас своих коров не хватает. Хотя, может, из Синьи кто знает. Не, ну, специальная кожа. Официальная выделка, да. Там не столько коровы, сколько где-то выделывают, например, в Италии в той же. Да, логично. Ну, мало ли, они нашли какое-то место где-то, в Марокко, например. И там выделывают... Марокко, да. Где-нибудь вот Middle East, вот эти Джонстон и Мерфи, овечи. Марокко, да. Марокко делают, я видела. Потому что овец у нас здесь в Америке, я думаю, не так много, чтобы прям массу клепать какие-то ботинки. Вот. Это хороший был улов в магазине. Прямо, что сказать, уже уходил из Бина, все. И так, на прощание такой-такой круппочета по магазину. Думаю, может, чего выложили. И так, стоят, ждут меня. Нормально. Следующая часть нашего обзора обувь спортивная. И типа того. И типа того. Начнем с дешевеньких кларксиков. Это Cloud Step. Легкие. Tetra Soft. Сразу скажу, это были развесы, и я их взял, не проверял, сколько они будут стоить, потому что я хотел себе их оставить. А если они мне не подойдут, сдам благотворительность, потому что, ну, суперские, прям легкие и удобные. То есть, это вроде бы и не кроссовки, но и не ботинки, да? Что-то такие бы, как-то приличные. Ну, смотри, спортивные обуви все равно. Ну, в принципе, согласись, выглядят как ботиночки. Так издалека. То есть, ткани, ну, как это? Ну, неформальные ботинки, в принципе. Вот. Поэтому прикольные. Поэтому даже не знаю, сколько стоят. Вот, там сейчас на экране покажем. Скетчерсы тоже из той же серии. Это Гога Магога, по-моему. Да, Гога Мат. Гога, который матерится. Матерящаяся Гога. А, почему, думаете, я придумываю? Не, нифига, вот он там, сейчас я покажу. Слушай, ну, они потертые. Ну, благотворительность пойдет. Я прикинул себе, как тапочки. А, поэтому ты их взял. Я обожаю скетчерсы в плане тапочек. Нет, ну, это... Сильно потертые, да? Ну, а что, мои тапочки не потертые, что ли? Вот. Посмотрю еще, сколько стоит. Какая отбивка. Но, скорее всего, или себе, или благотворительность. Опять же, на вес они доллара два всего были. И классные. Скетчерс вообще классный бренд. И, как мне кажется, недооцененный. Вот красивые стоят. Надо удовлетворить любопытство. Да. Это Венси. Да, Off the Wall. Это у них? Замши, да. Оф the Wall. Кстати, я не знаю, про что, про сквош, что ли, или еще что-то. Клеточка вот тут. Оф the Wall, сзади Оф the Wall. А как ты думаешь, Наш, вот что тебе напоминает эта клеточка? Вот эта вот клеточка, вот, вот что? Что? Мне должна, Анна, напоминаю. Вот, чтобы вот... С чем у тебя ассоциируется вот такой клеточный материал? Вот самый персик. Самый вот всегда, как такие клетчатые, вот что ты носила, в молодости назывались? Шотландка. Ну, наконец-то. Видите, даже модель эта называется. Скач Гард. Я думаю, какой шотландский этот Гард. А потом допер. Шотландская клеточка. Ну, слишком дорого они стоить не будут. Этот магазин был за 6 долларов. Но я рассчитываю 30-35. Потому что высокие кроссовки. Размер какой? Кстати, мой размер. Ну, плоский, я люблю подъем. Так, может, и носил бы прикольно. Где-то 45-й. Это Найки с каким-то чуваком Кюри какой-то там чего-то. Я, честно признаюсь, не изучал вопрос. Просто по артикулу пробил. Тридцатник. Ну, нормально, иди к папе. Это был вразвес. Размер маленький. 42-й. А, Кейв тут, да? Да, да, да. Вот эта эмблема. Это вот как с Джорданом у них был успех именных кроссовок. Вот они так потом со всеми. С Коби Брайант. Еще там. Да не только они, я так понимаю. Что еще вот недавно мы показывали. Так, нью-балансы. Ничего особенного. Представляете, вот про нью-балансы говорю. Ничего особенного. Сделаны в Америке обычные нью-балансы. Тридцатник. Увы. Вот. Тоже вразвес. Размер большой. Хорошие шузы. Ну, увы, кстати, я не думаю, что они дешевые. Вот, знаете, как я люблю. Видите? Хорошая платформа. Пятка. Конечно, чуть-чуть скошена наискосок. Сикость-наискось. Вроде бы. Но, может, не очень сильно. Мой размер был бы, я бы, конечно, попробовал. Походил бы. Нью-баланс уважаю. Да, про нью-баланс. Это был, по-моему, магазин. Если мне не изменяет память. А, нет, это вразвес. Представляешь, вразвес такие валялись. Смотри, прям нулевые. Не вбаланс. Слушай, а для чего вот такое делается? Вот это как шпора, да? Да. И зацепить сможешь. Это знаешь, для чего, Наташка? Вот ты стоишь так на месте. И как конь так копытом так хадыш-хадыш-хадыш, так ямку роешь. А, или там твои дела там сделал, пописал, покакал. И вот так вот закапываешь. Ну, вот у меня версии. Потому что это трейл. А это для бега по тропам. Вот с такими, как бы, шипчиками. И вот так, что ли? Да, и вот, ну, чтобы, наверное, перекат был или еще как-то. Вот такие вот, вот такой вот, пяточка шпора. Эти, по-моему, альтра какие-то делали тоже такие. В отличном состоянии. Да, вразвес, представляешь? Отлично. Валялись. По душу, в общем, никому не надо. Поэтому я рассчитываю сороковник. Ну, тридцатник минимум. Потому что беговые по тропам ценятся. Конечно, вот отчетник, который их купит, недолго они будут в таком виде, девственно чистом. Размер девять с половиной, хороший. Ну, кто-то ты знаешь. В смысле, что? Что они будут. Это сорок первый. Честь имею. Значит, включаем логическое мышление. Это будет тропа. В каком состоянии тропы, по которым бегают не дороги, не асфальт, а тропы. Значит, тропа состоит из чего? Из грязи, из всякого там мусора. И вот ты представляешь, по этой тропе ты будешь, не обязательно бежать, но ходить и прочее. Там где-то еще, там уже дождик пойдет. И вот так вот. Теперь дальше, вот, экстраполируй дальше. А может, человек аккуратный. Что, она будет вот так, что ли, идти-то? Как этот, на границе-то. Помните, они оставляли эти фальшивые следы-то так, чтобы сбить толку пограничников? Мыть будут каждый раз. Ты прям как будто американцев не знаешь. Они их засявкают и выбросят. А вот это что за? Понятия не имею. Это какой-то волатайл. Ну, я когда увидел такую подошву, думаю, что-то вообще прикольное. Но подошва это не самый прикол. Самый прикол, что это кроссовки с мехом. Вот это прикол. Да, давай, ищи. Ты даже мадил, сколько они стоят-то? Ну да, тридцатник-то должны отбиться. В магазине за 6 долларов. Может, даже больше. Потому что платформа, это винтаж. Замж прикольная. Ну, так видно, что потертая, но в хорошем состоянии. И еще и теплый. То есть, это вот, считай, с октября по март. Ну, или тем, кто мерзнет. Потому что мы вот даже недавно были... Вот Наташка визит там был к врачу. И вот, знаете, прям половина этих, кто сидел в секретаре там на ресепшн, половина сидела в простых там типа майках, таких этих рубашечках, а другие сидели в толстовках. Так, нормально укутанные. Понимаете? Потому что кондиционер это там гу-у-у. Там шпарят, ого-го. Холодильники не нужны, если продукт хранится. Ну, у них сейчас на сайте только две пары. А это винтаж? Я понимаю. Но, в общем, 80 сейчас новые стоят белые. Вот. Ну, конечно, если бы они были разноцветных раскрасок, то было бы еще круче. Но минимум тридцатник. Потому что уникальные. Ну, в смысле, на что-то ориентироваться, что называется. Ну, да. Вот. И сейчас прям в сезон. Наступает уже осень и зима. И какая-нибудь модница где-нибудь в Индианаполисе скажет, а я одна такая на весь город. И, в общем, будет недалеко от истины. Вот. Наташка. Как тебе такие шлепанцы? Ну, а что? Это и у тебя. Надо спросить. Это мужские. Размер 49. Выплывают. New balance. 49, да? Да. Вот, смотрите. All terrain. Шлепанцы. Вот у меня сразу же возникает когнитивный диссонанс. Кто пойдет по трупам в шлепанцах? Прямо по трупам. Ты сам знаешь, что... Ну, имеется в виду, вот, предназначено для чего. Ну, что удобно. Какие шлепанцы на тропах? Нет, конечно. А вообще шлепанцы? То есть, смотри, по сути, это взяли New Balance All Terrain, известная у них, даже не одна линия, у них много кроссовок таких, так называемых. Вот как раз с шипами, с разными рифами, чтобы ходить или бегать по земле, по траве. И урезали их в шлепанцы. И причем это все хорошо уходит. Это было в развес. Поэтому, ну, рассчитываю в таком состоянии. Это тридцатник, это всякое разное. На вес они были, ну, да, может, и три с половиной, ну, где-нибудь доллара четыре. Вот такие прикольные шлепки. Номер 801. И теперь ботинки. Ну, и слушай, вот эта крутизна. Доктор Мартин. Я посмотрела уже доктор Мартин. В развес. Этот старинной носок, сделанный в Англии, вообще как чугунный мост. Я сразу и полезла смотреть. Размер приблизительно где-то 39-й его типа того. Вот и если что маленький размер, то, в общем, 60-70. А если бы размер был побольше и чуть-чуть, может, состояние получше, то и вся сотня. И из-за того, что здесь потертый, я реалистично думаю, все-таки полтинник. Наташа, вот здесь вот пятка чуть-чуть потертая. Вот. А тогда очень крутые. Доктор Мартин. Они в развес, но, зараза, тяжелые были. Оригинальные, то есть, оригинальные, что называется. Да, да. Ну, сделаны в Англии. А интересно, они их сделаны до сих пор в Англии или они полностью аутсорсили все в Китай? Вот это... Да, липковатые сзади, я уже заметил. Это... Я потом пройдусь спиртом, посмотрю, что будет. Это Timberland. Женские. Размер 8, где-то 38. Или типа того, 8,5. В развес я купил, потому что, ну, смотрите, ну, нулевое состояние. Просто прямо вот как новое. Вот. Ну, на худой конец, когда спиртом там пройду, продам здесь на местном рынке. Как туристические ботинки. Ну, как просто ботинки, которым вот для работы, если кому-то нужно там вообще... Ну, туристические имеют очень широкое применение. Вот как же, как и везде в мире. То есть, это не обязательно прямо для туризма. Что-нибудь добавишь вот к туристическим ботинкам? Как думаешь, кто их может носить? Да все. Все даже вот там поработать где-то там или еще что-то, да. Да все. Да-да, даже девчонки ходят с джинсами, кстати. А у некоторых у нас климат такой теплый, что они имеют одни ботинки такие. Дождь пошел, вышли с джинсами. Ну, в принципе, вот по нашему климату это зимние ботинки. Прям вот зимние-зимние. Зачем им еще? Логично. Если у человека спортивный стиль одежды, то вполне достаточно вот на все случаи жизни. Рокки, спешл, опс, койот. Койот, я так понимаю, раскраска. Состояние хорошее. Это в бинах было. Шнурков нет. Ну, я найду. Здесь любые коричневые потянут. Ну, рассчитываю в сороковник, может, даже полтинник. Я честно признаюсь, не стал тратить время, потому что спешл, опс, койот, сделанный в Америке, ну, я уже сразу понял, что они принесут. Поэтому этот вопрос только, сколько именно. Думаю, ну, тридцатник-то это минимум они будут стоить. Я думаю, полтинник. Поэтому иногда время даже не тратишь, потому что и я же, когда буду постить, я буду такие находить. И по образцу, там можно всегда на ebay продаешь такую же вещь, как вот ты увидел. Таким образом, время экономится. Харлей Дэвидсон. Это женские ботинки сорокового размера. В идеальном состоянии. Но Харлей Дэвидсон, на самом деле, обувь на вторичном рынке не ценится. Я надеюсь их продать за сорок, потому что сейчас зима на носу. Весь наш опыт предыдущий говорит о том, что... Думаешь, тридцатник? Не, ну, состояние хорошее, может и ничего. Может и сороковник. И все там это, да. Это прям реально не... Может быть, подделки стали делать. Может быть, Чайна Таун их освоил. И многое из того, что мы видим, может быть, подделки. Может быть, так слишком уж много нам попадалось. Может быть, качество обуви не очень у них, да? Вполне. Мы не знаем, конечно. Вполне. Такое часто происходит. Ну, да. Сколько вот раньше попадалось? Наконец, в продажах дешево вроде покупаешь. Думаешь, ой, Харвель дается. А потом начинаешь внимательно смотреть, а там все разваливается уже. Но мы, правда, знаем еще бренды, которые разваливаются. Просто лежу в коробках. Возможно, какие-то уникальные веи. Не будем на ночь что-то упоминать. Уникальные экземпляры, может быть, какие-то. Прямо такие хардкор что называется. Прошивочка все. Ну, в общем, сороковник, я думаю. Тридцать девять. И-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Вот почему я проржал? Потому что это ареат. Да. Начиталось грамотно. Про лошадь-то. Помните, мы выпуска делали про ареат? секретариат антиквариат и там дальше вот это лыжи это размер ой тут ниже в глубине сорок седьмой нормально супер и это сталь хотел сказать стальной носок нет вряд ли не стальную а что вполне может быть это же эти как-то же бузьки есть это ковбойска рабочие ты посмотри это это вполне себе такой подвид и всех рабочих сколько угодно я прям только не дам такие просто в убитом состоянии кстати ариаты были убитом состоянии с остальным носком рабочие там просто ушли слишком были значит а из чего они сделаны посмотри какая-то интересная пятка ну опять же честно скажу сейчас мои зрители скажут ты задолбал честно не говори честно скажи что сделаны это из бразильского леопарда с это просто пятка интересная из ящерицы да какими-то пятнами ну а хуже на в идеальном состоянии рабочие ботинки ариат вот что тратить только время на них в магазине ясно же что они нормально будут стоить каблук значит что у них каблук опс нормально вот это я прицепил ботинки а в рабочих слушайте в рабочих ботинках слушайте это вот не я туда положил у тебя похож на человека который вот эти вещи это что такое для губ что это да это ароматизированная для губ у когда сухие губы наркобой такой был нормальный сентиментальный я бы сказал уже супер а вот ну я думаю полтинник потому что еще шиппинг тяжелый но коробок у меня много а я их соответственно вот так и да у меня есть такие коробки и поэтому это будет не про юрити а уже более дешевый сервис поэтому полтинник плюс шиппинг как ты считаешь да да вот это когда прям бины вывозили я вот эту вот раскрасочку то сразу же увидел и стою там еще со знакомой успел мексиканкой розе говорю так розе это мое она говорит бери нафиг мне не сдалось а я мое вон те кроссовки то есть так с нормальными людьми всегда можно договориться успел да успел что-то мужики все другую сторону пикипики роли ну что еще есть что-то из обуви по моему нет вроде бы что-нибудь интересное с тобой произошло в бинах за эту неделю ну можно какую-то историю в конце можно будет рассказать ну вот так то чтобы ничего интересного а на кассе спрашивали про наташу так давно не видели ваши супруги как поживает вставляете я говорю вот восстанавливать после операции войну желаем восстановление все такое прочее вот коллеги к сожалению а коллеги по цеху как-то так спокойно типа одним да меньше конкурентом меньше и ладно чего еще спрашивать где она из глаз долой но кепка даже не знаю на работу одеть или не одеть но она так в общем это слишком прикольно сейчас я вам покажу перевести это ну вольный перевод что-то типа ну ты и дебил такой кепки преподавателю конечно преподаватель математики класс заходить конечно наверное не стоит стоит да и ступит ну я не мог удержаться мимо такой пройти что хотя бы так походить нормально прикольно чего вообще ничего не стоило а курточки да и еще одна такая офигенная вещица сейчас покажу а я сам про не забыл сейчас пошел там лежит мешок думаю что такое в мешке как этот мешок яблок это гайка mountain hardware моего размера гайка мы ее зовем гайка потому что видите тут гайка мы когда их находим эти гайки мы их так как гайку нашел давай вряд ли да но я посмотрю сколько это стоит 29 29 нормально продам потому что у меня толстовок полно а это понимаете и не куртка и не толстовка так сама себе прикольные вот видишь тут какой-то кондуит софт шелл но тогда прикольный иногда бренд когда они только что появляются и какие-то модели стоят пользуются спросом и стоят дорого а потом сходит спрос вот это но вообще так бренд новый если то они такие хорошие если какие-то теплые курки может быть для лыжников лыжников они по-прежнему это рей и винтажный винтажный такой дождевичок ну как он машина с подкладочкой или нет что ты решил почему ты его решил купить ну навес сделанные в америке и хорошего такого размера длинного ну думаю ну уж тридцать никто он должен стоить что тебе так тебе так ну потому что винтажный винтажный рей это парка даже ну да дождевик принципе хорошего размера медиум но это явно не медиум потому что ну чё какой-то медиум это лошадь значит это винтаж а принципе вещь удобная если честно я бы себе такого размера бы держал потому что видите длинная что у меня все дождевики все короткие ну от машины до здания и наоборот пищу думаю вещь сюрприз вот как ты думаешь что это такое комок ну пока комок но он развернется во что-то как ты думаешь сколько этот комок может стоить вот давай так если ты купил да так еще 100 ну 100 вряд ли но от 50 до 100 но состояние хорошее так вот если тебе ничего не нет и не говорит вот это тебе пуговичка смотри что на пуговичке нарисовано лошадь ковбой во уже теплее уже мы начинаем плащ какой-то ковбойский круче это ковбойская сейчас я встану потому что иначе не это не показать эту фигню я не знаю что такое пальто или еще что-то тренч это пальто ты вот чувствуешь к она как будто промашленная то есть с масляной пропиткой написано стирать ее нельзя а как же чистить а там до инструкции это прилагалось так смысле на их сайте написано все подробно берешь тряпочку вот тут как будто какие-то пятнышки ехать отру но принципе даже грязные продаются нормально за 60 70 и то есть это с пропиткой потому что они же под дождем и под снегом и под всем да конечно то есть это вот прям исключительно ковбойская такая вот фигня прям настоящая для тех кто пасет на выпасе или там я не знаю на охоту может кто-то вывозь не знаю какая охота ты чё нет нет это исключительно вот кто со стадами со стадами с мирными стадами стадами вот ну как я понял а вот сейчас покажу бренд на улице ничего страшного с одной стороны тяжело запах прикольный как вот этой пропитки такой дай мне ну да и не гнилой запах а именно вот этого материала то что он чем-то пропитан да такой как будто машина как будто машина мобова машина маслом правильно да на доме к носу я уже чувствую здесь сделано в costa rica ну рядом bush traders то есть это вот прямо для настоящих ковбоев вот именно уже без так сказать в кавычек людей занимающихся вот непосредственно с животными на улице кто торчит и видимо она не промыкает и отталкивает воду вы поняли уже я так предполагаю вот такой был улов и колом я так все поставил она такого сложилось как урвал все мимо прошли на молодежь они еще только майки что-то все яркое ну вот и сюда ну теперь всем спасибо за внимание приходите еще пока пока